Ну что, друзья, всем привет, всем всего вот такого, знаете, самого наилучшего уже, знаете ли, с порога, это не для того, чтобы вы тут ставите лайки, там дизлайки, может быть, еще какие-то вот эти вот все свои прочие вещи, абсолютно точно не для этого, это все для того, чтобы вы тут, ну, я не знаю, там, возможно, купили по акции, так сказать, ну, я не знаю, донат, задонатили мне по ссылке в описании, сделали все прочее, однако, сегодня у нас такой, ну, послеотчетный, послеоткрытный сервер, в общем, я расскажу то, что стало с Black Rush после открытия 17 сервера, вы знаете, что в предыдущем видеоролике я уже обсуждал то, что Black Rush открыл 17 сервер, тем самым, как бы, обогнала Аризону, но Аризона, как бы, уже тут, в общем, давайте все обсудим немного дальше, все обсудим ближе к делу и все сделаем, так сказать, ну, вот, дальше, ближе, лучше и так далее. На данный момент Black Rush поставила абсолютный рекорд среди всех GTA-са мультиплееров, обогнав Аризону Ролиплей как по онлайну, так и по количеству серверов, и, знаете, не GTA-са мультиплееров, а просто, может быть, там, я не знаю, San Andreas мультиплееров, PRMP мультиплееров, в общем-то, среди всего GTA, ну, да, наверное, среди всего GTA-са мультиплееров и всего прочего, и у них, как бы, 17 серверов, у них уже, там, я не знаю, возможно, заканчиваются цвета, возможно, они скоро будут заканчиваться, возможно, будет еще что-то, то есть я смотрю на всю вот эту, вот, знаете ли, таблицу с Black Rush, на все вот эти вот сервера, которые забиты под завязку, и я нахожусь просто, ну, в шоке. Но, на самом деле, не нужно думать, что тут какие-то боты или что-то такое, потому что я общаюсь со многими людьми, как бы это ни было странно, да, казалось бы, я такой социофоб-интроверт, который, там, 6 лет из дома не выходит и так далее, но, тем не менее, я общаюсь со многими людьми, я иногда захожу на странички ко многим людям в социальных сетях, там, ВКонтакте, там, Одноклассники, вот это вот все прочее, разумеется, это не аргумент, но они подписаны на сообщество Black Rush, то есть я делаю вывод о том, что на Black Rush играют многие люди, потому что, ну, системные требования, будем честно, они минимальны, а даже если, там, я не знаю, есть какие-то такие пороговые значения, то всегда есть настройки графика, которые можно сделать поменьше, и уж более-менее игра у тебя тянуть будет, и в любой точке мира, где есть интернет более-менее такой стабильный, тут могла быть реклама какого-нибудь мобильного оператора, допустим, Мегафон МТС, а с Билайна я недавно ушел, Билайн полная, полная залупа, бля, оценочное осуждение, но Билайн, блядь, такая хуйня, у меня Билайн, это просто ебанутая вообще залупа, просто ебнутая, я не могу вообще представить, что это может быть такое, но я потом вам, если вам все это интересно, на каком-нибудь канале Семен, или еще где-то, или возможно на стримах, которые у меня, наверное, в скором времени будут на ютубе, я смогу вам рассказать о том, что у меня было такое с Билайном, потому что, ну, это просто невозможно, какие-то вещи, в общем-то, если у вас есть любой практически оператор связи, то вы можете, ну, как бы, я там даже не знаю, в общем, поиграть на Блэк Раше, то есть порог вхождения в Блэк Раше минимальный, если для ГТА сам, попусть у Аризоны РП есть там свой вот этот вот Аризона Мобайл, но он работает через костыли, он работает фигово, постоянно вот ролики у меня, почему с решением вопросов, с решением каких-то проблем на моем канале, почему они набрали такой большой ажиотаж, почему они набрали столько просмотров, потому что это не работает, потому что это работает криво, потому что это работает не так, как всем бы хотелось, и многое-многое другое, но ролики набрали реаль, там уже решение всех проблем на Аризона Ролеплей набрал 36 тысяч просмотров, обогнав ролик, который я делал по ЗАКу, то есть, ну, это, это вообще просто невозможные вещи, и поэтому, как бы, понимаете, порог вхождения у каждого же человека сейчас есть телефон, сенсорный, там, какой-то более-менее такой нормальный, может быть, ДЭКСП у кого-то, да, но я не уверен, что на ДЭКСПе пойдет Блэк Раше, но вы, разумеется, можете все это проверить, скачав Блэк Раше по моей ссылочке в описании, именно по моей ссылке скачивайте, для того, чтобы все было хорошо, потом заходите на 11 сервак Индиго, вводите там мой никнейм Данила КПРФ, вводите там мой промокод хэштег задесса, а на этом, я думаю, что отчет по всему этому серверу, какие-то мои мысли, какие-то мои доводы, какие-то мои аналитические, все вот эти вот вещи, я думаю, что вы уже получили, что вы уже все вот это вот поняли, и, в общем-то, что все у вас будет хорошо, круто и классно, на проекте Блэк Раше, на серваке, там, я не знаю, Индиго, или еще каком-то, вы можете выбрать любой сервак, но я играю на 11 серваке Индиго, если вы там хотите встретить меня, у меня там никнейм Данила КПРФ, там есть мой промокод хэштег задесса, то, разумеется, заходите и все это там делаете. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика, всем пока и до свидания.